Почему потребление большого количества насыщенных жиров связано со снижением качества семенной жидкости? Какая здесь связь? В проведенном исследовании источником значительной части потребляемых насыщенных жиров были молочные продукты. Остатки промышленных химикатов, способные биоаккумулироваться, продвигаясь вверх по пищевой цепи в коровьем жире, а некоторые из этих липофильных, то есть любящих жир химикатов, могут нарушать гормональный фон. Агентство по охране окружающей среды США провело исследование устойчивых биоаккумулятивных и токсичных загрязнителей, содержащихся в молоке, продаваемом на территории США. Важно знать уровни содержания этих веществ в молочных продуктах, потому как молоко, вероятно, является одним из основных источников этих веществ в питании. Исследователи проверили молоко со всей страны и обнаружили в нем адское варево химикатов. По оценке исследователей, на одни лишь молочные продукты приходится от 30 до 50 процентов диоксинов, потребляемых американцами. Как и диоксин, другие токсичные загрязнители, повсеместно распространенные в окружающей среде, биоаккумулируются посредством пищевой цепи и, в конце концов, накапливаются в небольшом количестве в большинстве животных жиров. Это может объяснить наличие повышенной концентрации загрязняющих веществ у людей, употребляющих рыбу. Такие ксеноэстрогены, как полихлорированные дифенилы, содержатся в рыбьем жире и плоти других животных, и от них нельзя полностью избавиться промыванием или термообработкой продукта. Таким образом, ксеноэстрогены могут накапливаться и в нашем жире. Ксеноэстрогены — это вещества, оказывающие антимаскулинизирующие действия. Другими словами, делают мужчину более женоподобным. Даже в отсутствии промышленных загрязнителей, животная пища содержит эстрогены. Не ксеноэстрогены, а настоящие эстрогены, они являются неотъемлемой частью невегетарианского питания. Все продукты животного происхождения содержат эстрадиол, который минимум в 10 тысяч раз мощнее большинства ксеноэстрогенов. Чрезвычайно важно знать, что человек потребляет эти естественные для организма животного половые гормоны в составе таких продуктов, как мясо, молочные продукты и яйца, так как гормоны в организмах животных идентичны нашим собственным. Коровий эстроген функционирует точно так же, как человеческий эстроген. Эстрогены тоже содержатся в мясе и яйцах, но основными его источниками являются молоко и молочные продукты. Выпивая стакан молока, ребенок потребляет в 4 тысячи раз больше эстрадиола, чем ксеноэстрогенов по степени гормональной активности. Понимаете, современные генетически усовершенствованные дойные коровы могут вырабатывать молоко на протяжении всей беременности. Проблема в том, что во время беременности уровень эстрогена может подскочить до значений в 30 раз выше обычного. Потребление сыра связано с пониженной концентрацией сперматозоидов, а потребление молочных продуктов связано с патологической формой и неправильным движением сперматозоидов. Это говорит о том, что потребление молочных продуктов не только является потенциальной причиной снижения выработки сперматозоидов из-за содержащегося в них эстрогена, но и может напрямую вызывать нарушение функций семенников. В то время как молочная продукция является основным источником женских половых гормонов в нашем питании, яйца также являются существенным их источником, примерно так же, как мясо и рыба. И это неудивительно, ведь яйца образуются именно в яичниках курицы. Также мясо может быть обогащено гормонами извне. В США животным могут вводить анаболические стероидные гормоны для стимуляции их роста. В Европе такая практика была запрещена 25 лет назад. Исследование, проведенное в Нью-Йорке, показало постепенное снижение числа сперматозоидов при изменении уровня потребления обработанных мясных продуктов. Однако аналогичные исследования, проведенные в Европе уже после введения запрета на использование гормонов, показало похожие результаты. Так что, возможно, дело не только в используемых гормонах, но и в других веществах, содержащихся в мясе, таких как насыщенные жиры и, вероятно, уровни холестерина. На протяжении десятилетий мы знали, что на спермограммах мужчин с высоким уровнем холестерина появляются патологии снижения концентрации сперматозоидов, снижения их подвижности на две трети и искривление формы у половины всех сперматозоидов. Спустя 25 лет мы получаем те же результаты. Холестерин наносит вред сперматозоидам. Согласно результатам, крупнейшего на сегодняшний день исследования, повышенный уровень холестерина в крови связан со значительным снижением количества нормальных сперматозоидов. Также уровень холестерина был связан с уменьшением объема ее кулята и количества живых сперматозоидов. Данные результаты подчеркивают влияние содержания жиров в крови на мужскую плодовитость. И им необходимо придать особое значение, учитывая увеличение распространенности ожирения и проблем с холестерином. Более здоровое питание может быть связано с более близким к норме количеством сперматозоидов, а вот терапия, понижающая холестерин статинами, по всей видимости, эту проблему не решает. Перевод Зуля Талибулина. Редактор перевода Кирилл Египцев. Закадровый голос Сергей Горин. Монтаж Александр Сергей. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и распространяйте. Продолжение следует.